Финская хоккейная лига Профессиональная финская хоккейная лига Лига работает по соглашению с Федерацией Хоккея Финляндии. Образовалась в 1975 году и заменила любительскую СМ-серию. С 1975 по 2013 годы носила название СМ-лига. История СМ-лига создана в 1975 году в первую очередь для развития национального хоккея и сильнейших хоккейных клубов Финляндии. Предшественник лиги СМ-серия, будучи любительским соревнованием, имела ряд недостатков, которые оценивались как препятствия к созданию в Финляндии сильной конкурентоспособной лиги по хоккею с шайбой. Одной из главных проблем СМ-серии было то, что все важные вопросы решались на собрании клубов чемпионата, на котором путем голосования принимались те или иные решения. Право голоса имели многие любительские клубы, которые не были заинтересованы в развитии лиги и уровней финского хоккея. Также СМ-серия устарела сама по себе, поскольку была образована в соответствии с принципами любительского хоккея. Клубы не были обязаны платить компенсацию в случае потери заработной платы игроков. Однако в 1970-е годы многие клубы создавали бизнес и предоставляли работу игрокам через трудовой договор. Таким образом, заработная плата выдавалась тайно, при этом клубы уклонялись от налогов. Тем не менее, в 1974 году все клубы в отношении заработной платы были поставлены под жесткий контроль. Копии контрактов хоккеистов были направлены в СМ-лигу для предоставления хоккеистам адекватной безопасности, такой как страхование и пенсионное обеспечение. В СМ-серии также присутствовали ограничения. На протяжении одного сезона игрок мог выступать лишь за один клуб. Личное спонсорство было запрещено. СМ-лига отменила всякого рода ограничения и ввела так называемый «трансферный лист». Игроки, желающие поменять клуб, должны были в нем зарегистрироваться, а затем лига распространяла права на переговоры всем клубам чемпионата. Эти изменения двигали лигу в направлении профессионального чемпионата. Крупное финансовое развитие профессионального хоккея в Финляндии стало возможным после введения игр «Плей-офф». Несмотря на то, что «Плей-офф» являлся стандартным способом определения победителя чемпионата в североамериканском профессиональном спорте, игры на выбывании в то время в Европе были не распространены. СМ-лига была создана довольно поспешно. Решение о создании прозвучало в 1974 году на ежегодном собрании, по итогам которого СМ-лига должна была заработать с сезона 1975-76 годов. Это было первое решение о создании в Финляндии профессиональной спортивной лиги. Первоначально в СМ-лиге участвовало 10 команд. Четыре лучших клуба регулярного чемпионата попадали в «Плей-офф». Система вылета клубов сохранилась. Последняя команда регулярного чемпионата сражалась за место в СМ-лиге с клубами второй по уровню Лиги Финляндии. Общая посещаемость матчей СМ-лиги за первые 11 регулярных сезонов составила порядка 900 тысяч зрителей. Начиная с сезона 1986-87, количество матчей увеличилось с 36 до 44. Нынешнее количество игр 56, было установлено с сезона 2001. СМ-лига была расширена до 12 клубов с сезона 1988-89. Стоит отметить, что популярность хоккея в Финляндии напрямую связана с успехами мужской национальной команды. Таким образом, в 1990-х матче чемпионата посетил он около 1,8 миллиона человек. Это способствовало увеличению рентабельности хоккейного бизнеса. Процесс перехода к профессиональной лиге был завершен. В настоящее время в лиге выступают 14 команд. С 2000 года ни одна команда не может покинуть лигу или попасть в нее из нижней лиги без соответствующего решения правления лиги. Правление может допустить в СМ-лигу команду из нижнего дивизиона только при соблюдении определенных требований. Формат лиги – регулярный сезон. Каждая команда играет 56 матчей по 4 игры с каждой командой лиги. Плюс 2 или 4 матча с определенными географически близко расположенными командами. Матч состоит из 60 минут основного времени. В случае ничьей в основное время играется 5-минутный овертайм до первой заброшенной шайбы. Если же овертайм не выявит победителя, то следует серия буллитов. Начисление очков. Победа в основное время – 3 очка. Победа в овертайме – 2 очка. Проигрыш в овертайме – 1 очко. Место команды в турнирной таблице определяется количеством набранных очков. В случае равенства очков выше ставится команда с лучшей разницей забитых и пропущенных шайб. В случае равенства этого показателя выше ставится команда с большим количеством забитых шайб. 6 лучших команд регулярного чемпионата сразу попадают в 1 четвертую финала. Команды, занявшие место с 7 по 10, играют дополнительную серию матчей и плей-офф до 2 побед. 2 победителя попадают в четвертьфинал. В четвертьфиналах, полуфиналах и финале играются серии матчей до 4 побед. Проигравшие в полуфиналах, команды играют матч за бронзовую медаль. В каждом раунде плей-офф пары подбираются таким образом, чтобы лучшая команда по результатам регулярного сезона встречалась с худшей командой по результатам регулярного сезона. Вторая команда, с предпоследней и т.д. Более высоко номинированная команда. Первый матч играет дома, второй в гостях, третий снова дома, четвертый в гостях и т.д. Матч плей-офф состоит из 60 минут основного времени. В случае, если основное время заканчивается в ничью, следуют овертаймы по 20 минут до первой заброшенной шайбы. Расписание. Регулярный сезон стартует в середине сентября. В сезоне предусмотрены перерывы на то время, пока сборная Финляндии участвует в Евротуре. На Рождество предусмотрен двухнедельный перерыв. Также предусмотрен перерыв на время проведения зимних Олимпийских игр. Регулярный сезон заканчивается в середине марта и игры плей-офф стартуют сразу после этого. Сезон заканчивается в середине апреля так, чтобы финские игроки могли участвовать в чемпионате мира. Команды. Все победители. Победитель плей-офф получает золотые медали. Канада Молье. Главный трофей СМ Лиги. Проигравшая в финале команда получает серебряные медали. Команда, выигравшая матч за третье место, получает бронзовые медали. Победитель регулярного сезона получает приз имени Харри Линдблада. Однако он считается даже менее престижным, чем бронзовые медали. Победители СМ Серии. Победители СМ Лиги. Индивидуальной трофеи СМ Лиги. Золотой шлем. Лучшему игроку. Трофеи Кали Виноменена. Лучшему тренеру. Трофеи Ласы Оксань Йона. Лучшему игроку регулярного чемпионата. Трофеи Яри Кури. Лучшему игроку плей-офф. Трофеи Урпа Юлион Йона. Лучшему вратарю. Трофеи Пэки Раут Акалио. Лучшему защитнику. Трофеи памяти Ермова Само. Лучшему новичку. Трофеи Райму Кельпио. Джентльменну. Трофеи Орни Ханковаара. Забившему наибольшее число голов в регулярном чемпионате. Трофеи Вилиппе Кикитула. Набравшему наибольшее число очков в регулярном чемпионате. Трофеи Матики Нонена. Лучшему по показателю плюс-минус.